Уважаемые подписчики, гости моего канала, я вас приветствую. Сегодня у нас будет интересное видео, посвященное обзору высокотоковых аккумуляторов литий-ионных фирмы LG. Модель называется 18650HG2. Согласно спецификациям, максимальный ток, продолжительный ток разряда составляет 20 А. Когда и в каком случае эти аккумуляторы могут быть наиболее эффективными? В данном случае, наверное, они будут наиболее эффективны в электронных сигаретах. Насколько я знаю, там используется у нагрузки очень маленькое сопротивление, соответственно, протекает высокий ток, и для этого нужны высокотоковые аккумуляторы. Также в некоторых видах мощных фонарей, где сила тока составляет несколько амперов, также такие аккумуляторы будут наиболее предпочтительны. Давайте поговорим о спецификациях на данный вид аккумуляторов серии HG2. Данные аккумуляторы имеют номинальную ёмкость 3000 мАч. Среднее напряжение, заявил производитель, 3,6 В. Заряжать такие аккумуляторы можно двумя способами. Это стандартный режим заряда, когда ток заряда составляет 1,5 А. Заряжаются такие аккумуляторы до напряжения 4,2 В. Ток отсечения составляет 50 мАч. Второй тип заряда данных, допустимый тип заряда для данных аккумуляторов, это ускоренный заряд током 4 А, также до напряжения 4,2 В. Производитель заявил, что эти аккумуляторы имеют напряжение 4,2 В плюс-минус 0,05 В. То есть колебание максимального напряжения может быть от 4,15 В до 4,25 В. Нижнее напряжение, до которого эти аккумуляторы можно разряжать, составляет 2,5 В. Продолжительные токи разряда могут быть 10 А и 20 А. Масса каждого аккумулятора составляет 47 г. Заряжать эти аккумуляторы можно при температуре воздуха от 0 до плюс 50 градусов. Разряжать можно при температуре от минус 20 до плюс 75 градусов Цельсия. Интересна будет следующая информация. При проведении 300 циклов разряда 10 А или 200 циклов разряда 20 А, эти аккумуляторы будут демонстрировать остаточную ёмкость на уровне примерно 70% от номинального. То есть их ёмкость составит 2100 мАч. Отдельная глава спецификации посвящена ёмкости данных аккумуляторов в зависимости от температуры воздуха. Производитель заявляет 100% ёмкости от номинальной, то есть 3000 мАч при температуре воздуха плюс 23 градуса. Если температура воздуха при разряде данных аккумуляторов составит минус 10 градусов Цельсия, то они покажут только 60% от номинальной ёмкости. То есть 60% составит 1800 мАч. Если же их разряжать при температуре 0 градусов, то ёмкость их составит 80% от номинала, то есть 2400 мАч. Если же их разряжать при температуре плюс 60 градусов Цельсия, то ёмкость их составит 95% от номинала. Масса аккумулятора составила 44,9 грамма. Давайте попробуем другое посмотреть. 44,8 грамма. 44,6 грамма. 44,7 грамма. Вот такая картинка. На самом деле производитель заявил массу данных аккумуляторов на уровне 47 граммов. Данные аккумуляторы, которые я купил в магазине Гербест, имеют массу 45 граммов. Масса меньше, но давайте проверим на тестировании, какую ёмкость покажут данные аккумуляторы. Друзья, я видел некоторые обзоры на YouTube данных аккумуляторов. И у тех исследователей, которые проводили тестирование, результаты получались разные. У одного из исследователей ёмкость этих аккумуляторов составила 2500 мАч. Для такого усложнения эксперимента я сделаю следующее. Так как у меня два зарядных устройства, это SkyRC модель MC3000 и второе зарядное устройство Opus модель BTC3100, есть интересная идея провести тестирование на двух зарядно-разрядных устройствах. Ну тогда два аккумулятора из этой серии, из этой партии мы будем заряжать и разряжать на SkyRC, два аккумулятора будем заряжать и разряжать на Opus. Тогда, зная номинальное значение ёмкости и сравним результаты, полученные при тестировании аккумуляторов из этой серии на SkyRC и на Opus. Начнём тогда со SkyRC. Я уже установил данные аккумуляторы. Видно, что напряжение 3,75 В. Ну, практически это полуразряженное состояние. То есть, они так и пришли в таком состоянии, полузаряженном, полуразряженном. Их заряд сейчас составляет примерно 55-60%. Я уже подготовил пресеты. Пресеты в ячейке номер 19. Все данные спецификации по заряду-разряду я указал здесь. Единственное, что по спецификации сказано, что номинальную ёмкость 3000 мАч данные аккумуляторы демонстрируют при разряде током 0,2С. То есть, 600 мАч. Но чтобы немножко убыстрить процесс, и так как на Opus 600 мАч ток разряда установить невозможно, то я установлю ток разряда 1 А. И тогда сравним показания. Единственное, ещё хочу оговориться, что SkyRC умеет выставлять нижнее напряжение полного разряда в диапазоне от 3 В до 2,5 В. Opus разряжает по умолчанию. Эта функция не меняется. Прошита в программном обеспечении Opus в величине 2,8 В. Зная вот эти особенности, мы тем более интересно будет сравнить показания двух зарядных устройств. Ну что же, начнём тогда со SkyRC. Ячейка номер 19. Давайте посмотрим. Я установил аккумуляторы в слоты 1 и 3. Ячейка номер 19. Давайте посмотрим, что там в этой ячейке. Работа с литий-ионными аккумуляторами. Режим цикл. То есть, аккумуляторы сначала будут полностью заряжены, потом разряжены. Ёмкость неизвестная. Ток заряда выставил рекомендованный производителем 1,5 А. Ток разряда 1 А. Объяснил почему. Время ожидания между зарядом и разрядом 5 минут. Цикл будет 1. Режимы сначала заряд, потом разряд. Напряжение верхнее таргетируемое 4,2 В. Время изменения тока при окончании разряда 50 мА. Это также данные спецификации. Нижнее напряжение 2,5 В. Температура 45 градусов. Рискну поставить такое ограничение, хотя производитель в спецификациях указывал, что можно заряжать эти аккумуляторы при температуре воздуха до 50 градусов. Все данные сохранил ячейки номер 19. Запускаем процесс на SkyRC. Итак, сейчас начался первая часть из цикла. Это заряд. Мы видим, что ток 1,5 А уже достигнут. И данные аккумуляторы начинают заряжаться. Итак, переходим к настройкам режима заряда-разряда на устройстве Opus модель BTC 3000. Так как в нём есть определённые ограничения, то чтобы нам получить результат исходный с SkyRC, я буду работать только с одним аккумулятором. Потому что у Opus есть ограничение, что если работать с двумя и более аккумуляторами, то ток заряда он не может давать выше, чем 1 А. Но чтобы у нас были исходные показатели, и чтобы достичь тока 1,5 А, мы тогда будем работать и тестировать только один аккумулятор в зарядном устройстве Opus. Выбираем режим Mod. Будет режим Charge Test. Выставляем ток 1,5 А. И процесс начался. Значит, режим Charge Test означает наличие одного цикла заряда и полного разряда. Заряд будет литий-ионного аккумулятора до напряжения 4,2 В. Разряд до напряжения 2,8 В. Прошло несколько минут. Мы видим, что режим цикл и на одном, и на другом зарядном устройстве продолжается. Сейчас идёт первая часть этого цикла – заряд. На SkyRC напряжение на аккумуляторах уже составляет 3,9 В. И ёмкость, которую накопили данные аккумуляторы, составляет 143 мАч. Ток заряда – 1,5 А. Аналогичные результаты мы видим на устройстве Opus. Ток заряда составляет 1499 мА. Теперь напряжение 3,85 В. Ёмкость нам устройство не показывает. Оно нам покажет ёмкость, которую отдаст данный аккумулятор уже в режиме разряда. То есть пока этот показатель недоступен. И время, которое прошло – 3 минуты. Прошло 1 час 20 минут. Мы видим, что SkyRC уже завершил заряд. И приступил к разряду аккумуляторов. Напряжение в первом слоте – 4,13 В. Во втором – 4,09 В. Ток разряда – 1 А. Посмотрим данные Opus. Опус продолжает ещё заряд. Напряжение уже достигло 4,2 В. Ток заряда – 165 мА. Ну, уже заканчивается заряд. И потом устройство перейдёт в режим разряда аккумулятора. Продолжается процесс разряда аккумуляторов. Давайте посмотрим данные первого слота. Аккумулятор в первом слоте. Он отдал уже ёмкость 365 мА в час. Напряжение текущее – 4,03 В. Разряжаться будет он до 2,5 В. Ток разряда – 1 А. Сейчас мощность отдаёт аккумулятор 4 В. Отдал энергии – 1,5 В в час. Время разряда – 22 минуты. Время полной работы с аккумулятором в режиме цикл – 1,42 В. Температура аккумулятора – 34 градуса. Системная температура – 60 системной платы. Сопротивление аккумулятора – 22. Производитель указал внутреннее сопротивление аккумуляторов 20 мОм. Мы видим значение очень близкое к номинальному указанному. И значение в третьем слоте – 23 мОм. То есть, показатели очень близкие к тому, что указано в паспорте на аккумуляторы. Продолжается процесс разряда на устройстве Opus. Мы видим, что ток разряда – 1 А. Напряжение аккумулятора – 4,7 В. Продолжается процесс разряда аккумуляторов. Слот номер один. Напряжение – 3,14 В. В настоящий момент емкость, которую отдал аккумулятор, накопленный заряд составляет 2689 мАч. Слот номер три. Напряжение уже опустилось менее 3 В. Ток по-прежнему, ток нагрузки – 1 А. Заряд, который отдал данный аккумулятор, – 2754 мАч. Также продолжается процесс разряда на зарядном устройстве Opus. Мы также видим, что ток разряда – 1 А. Напряжение аккумулятора – 3,37 В. Завершился разряд аккумулятора в третьем слоте. Загорелся зелёный светодиод. Мы видим, что он разряжался до напряжения 2,5 В. Заряд отдал аккумулятор. Эта цифра равна 2894 мАч. Практически 2900 мАч. Напряжение снизилось практически до 2,5 В. И аккумулятор в первом слоте продемонстрировал отличный результат по отданному заряду. Цифры составили 2955 мАч. Подводя итоги работы и сравнительного тестирования указанных аккумуляторов фирмы LG, получились следующие результаты. При работе в режиме «Цикл» в первом слоте результат получился при разряде до напряжения 2,5 В. Отданный заряд аккумулятора составил 2957 мАч. В слоте 3 результат получился чуть ниже при разряде до 2,5 В, почти 2900 мАч. Но на самом деле, хочу напомнить, что мы разряжали данные аккумуляторы током, немного отличающимся от тех данных, которые указаны в спецификациях. Не исключено, что если бы мы разряжали током не 1 А, а 600 мАч, как указано в спецификациях, возможно, эти результаты оказались бы и выше. Очень близки к 3000 мАч. На самом деле, в аккумулятор в первом слоте его данные по отданному заряду отличаются от номинальных значений всего 1,5%. А аккумулятор в третьем слоте, его данные отличаются от номинальных на 3,5%. Аккумулятор, с которым мы работали в зарядном устройстве Opus, он показал результат 3050 мАч. Не исключено, что есть какая-то погрешность в этом устройстве. Но, по крайней мере, он показал значение чуть выше, чем продемонстрировал зарядно-разрядное устройство SkyRC. По истории тестирования предыдущих аккумуляторов, в том числе и фирмы Panasonic и Samsung, могу сказать, что, по моему мнению, SkyRC считается более точным. В данном случае Opus показал результат 3050 мАч, что на 50 мАч превышает номинальное значение. Но, с учётом того, что также мы разряжали этот аккумулятор током почти в 1,8 раза больше, чем рекомендовано производителям, то на самом деле ёмкость этот прибор должен показать пониже, чем 3000 мАч. Но спишем это на то, что у Opus есть определённая погрешность. Данные аккумуляторы фирмы LG, модель которых называется HG2, форм-фактора 18650, являются оригинальными. Это подтвердили оба зарядных устройства, как SkyRC модель MC3000, так и Opus модель BTC3100. Результаты получились немного отличающиеся от номинальных паспортных значений. Отличия составили всего 1,5-3,5%. Это говорит о том, что аккумуляторы высокого качества, они относятся к серии высокотоковых аккумуляторов, то есть их можно разряжать токами как 10 А, так и 20 А. При этом они демонстрируют высокие свои эксплуатационные качества. Данные аккумуляторы рекомендуют для высокотоковых потребителей тока, среди которых могут быть электронные сигареты, мощные фонари и другие устройства. Это партия аккумуляторов высокого качества, и данным видеообзором мы только подтвердили эти слова. Если понравились данные аккумуляторы, я оставлю ссылку. Вы сможете по этой ссылке пройти и купить их. Если понравилось данное видео, пожалуйста, ставьте лайки. Всем пока, удачи, до свидания, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok